Изобразительное искусство – это не просто умение писать картины. Это средство эстетического воспитания и культуры, что доказывают ребята из детской художественной школы города Камрад, которые ежедневно отражают свои внутренние эмоции на холстах. Насладиться творчеством юных художников удастся всем жителям и гостям Камрада. В Доме культуры организована выставка, где представлено 150 картин воспитанников художественной школы. Дети готовились к выставке с большим старанием, посещая все занятия. Мне нравится больше всего композиция. Можно учить какие-то цвета, какие-то на есть. У меня есть две картины, композиция в парке и девочка кормит собачку, еще девочка с котиком. А есть у тебя картина, которая будет на выставке? Да. Девочка сидит на стуле. Вишня, вишенка. Я рада, что она на выставке и все могут увидеть. Мне нравится в художественной школе, потому что здесь можно рисовать, здесь все мои друзья. Я рада, что моя картина на выставке, потому что я еще никогда так не была рада. Уроки изобразительного искусства приносят детям не только радость, они развивают в них различные творческие способности. У нас, значит, идут предметы, рисунок, основные предметы – рисунок, живопись. Но особенно дети любят композицию. Третий предмет у нас – композиция. На уроках композиция развивается у ребят больше способности, креативность. Композиция развивает логику, умышление. Организованная выставка посвящена зимним каникулам, но не последняя этой зимой. В скором времени планируется представить картины уже на международном уровне. Вы видите новогоднюю выставку. В конце января школа примет участие на международной выставке. Потом, возможно, ряд республиканских выставок. Это те выставки, которые камрачане не видят, конечно, но мы постараемся, чтобы об этом узнали. И в том числе и другие конкурсы, которые могут быть на протяжении учебного года. То есть конкурс может быть в Кишиневе, вот как весенний вернисаж. Мы готовимся к Юрмале на международную выставку. Думаем, что мы выступим там достойно и готовимся к этому. Ребята утверждают, что писать картина для них в радость и сложностей они не боятся. У каждого творца собственная идея. В каждой картине своя история. Я на своей картине изобразил зимний пейзаж. Я рисовал примерно где-то день. Сложно тебе было рисовать или тебе это в удовольствие? Это в удовольствие. Я изобразила русалку. Бывают сложности при изображении каких-то картин или тебе всегда нравится рисовать? Мне всегда нравится рисовать. Расскажи, что ты нарисовал на картине? Грузовик. Как появилась у тебя идея нарисовать грузовик? Сам подумал. Я изобразил день рождения. А чей день рождения? Моего друга Егора. Мне нравятся праздники рисовать. Почему? Потому что они хорошие и веселые. Тематика картин самая разная, но в каждой из них присутствует нотка добра и света. Ведь это нарисовали дети, со всей искренностью вкладывая в работу свою детскую открытую душу. Я когда знакомился с выставкой, мой коллега как-то задал вопрос. А вот эта выставка лучше, чем та, которая в галерее. На что я ответил, что действительно, как можно сравнивать. Детское творчество искренне не испорчено академическим образованием. Поэтому всегда правдивое. Они рисуют незакомплексованно. У них нет еще строгих таких рамок, которые не позволяют художнику двигаться вправо или влево. Стремлений к успеху и развитию своих творческих способностей у начинающих художников очень много. Желаем на их творческом пути вдохновения и ярких побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова